Девушки отдыхают В правом кармане куртки возьми Вы не могли бы сами? Кстати, вот распилалась перед моей напиткой Спока запрещена Для этого есть вагон-ресторан Вер, Верочка, мы... Молодой человек, давайте мы договоримся так Во-первых, я вам не Вер, Верочка Во-вторых, поезд охраняет наряд на улице Если что, разбираться будете с ними Спокойной ночи Спокойной ночи Может, дернем, а? За... Так сказать, сближение двух столиц Ладно, давай Вот это другое дело, а? Учите на меня, будет пить мне или не пить Ты что-то не пьянеешь? Конец плохой? Не Просто не пьянею Повышенная толерантность к алкоголю А в Питер ты... Че? По работе? Бизнес Пистолетами торгую У строителей Извини Извини Так это счастье Все, домой Ну вот и мы Нам бы домой Вадик, у нее одна работа Обеспечивает нам комфорт Обеспечивает нам комфорт Нет, Вера, подождите Не надо никого звать Алло, Сергей Иванович Руки, пожалуйста, уберите Нет, я извиняюсь И он извинится Алло, Сергей Иванович Может, подойти ко мне До Познякова? Человек мне считал От него жена ушла Он в Питер к маме едет Если в милицию Вы вообще с работы трогнут Вообще хана Хотите, я на колени встану Так прекратите, пожалуйста Вот, возьмите Веру, пожалуйста Сприняй ресторан Что-то случилось Вера Какие проблемы Все в порядке А что на коленях Мелочь рассыпал Спокойной ночи Если что, вызывайся Спасибо, Этик Спасибо Заколка сломалась Я новую куплю Обойдусь Насчет ресторана Не шутка Когда захотите В любой момент Как молодой человек Давайте вы сейчас Спать пойдете С вы товарища тоже Угомоните, пожалуйста Я не товарищ Он не так попутчик Извините, Вера Извините Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вставай. Приехали. Ты кто? Я? Вадик. А где мы? В Питере. Давай, давай. Вера, до свидания. И еще раз спасибо. До свидания. Мастер, ты гражданского подбросишь? Три сотни. Идет. Может, сначала в ресторан едим что-нибудь? В ресторан вечером? Держи. Да. 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 А я в детстве хотела быть балериной. А ты кем хотел? Не поверишь. Не поверишь. Сыщикам, великим детективам. Неплохо. Пойдем, пап. Пойдем. 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 Они, мамочка, иди днём, когда светло, а эти двое видимо проследили её отцом из Беркасы. Вроде двое молодых. Вошли вместе с ней в подъезд по дороге, сумку вырвали, и серьги прям под лыкали. Мамочка, успокойся. Да, она ведь всё какое-то время на полу лежала, звала на помощь. Кричала, конечно, никто не пришёл. Потом кое-как встала, докарабкалась до квартиры, скорую вызвала. Я как на злоны репетиторстве была. Она их запомнила? Это Коля, мой знакомый. Анна Михайловна, да какое там? Мама видит-то плохо. И в подъезде ещё темно, да и с ног сбили. Если бы только сумку, а то ведь мамочка столько крови. Не волнуйтесь, я их найду. Да что вы, Николай, как вы их найдёте? Найти их при таком раскладе можно только одним способом. Если, конечно, не брать в расчёт случайность. Стук, только стук. Что, могут сдать? Почему бы и нет? Хороших друзей нельзя купить, но можно продать. Не поделят какую-нибудь подругу и сдадут. И сколько ждать? Непредсказуемо. Мне надо быстрее. Понимаю. Бабушка любимой женщины святой. Хорошо, есть ещё один вариант. Каждое утро к нам слетаются сводки о задержании так называемой нечистой силы. Так вот, если кого-то в городе за подобный грех задержит, я буду знать. А дальше работать, работать, ещё раз колоть. Глядишь, про вашу бабушку вспомнит. Серги наверняка сплавили, на моральное удовлетворение получишь. В субботу, кстати, не собираешься на дачу? Не знаю пока. А то давай, у меня первый выходной за месяц. Поможешь мне баньку построить. Банька получается, во. Приехали. Пойдём. Не тормози. А я точно не говорил, куда я еду? Неа. Ты в мобильник глянь. Наверняка созванивались вчера. Человек не пил. Наверное, должен помнить. Чёрт. Алло. Алло. Кто это? Это Игорь из Москвы. Да-да. Он самый. Привёз? Да, мы тут с паровозикой расслабились чутка. Понял. Понял. Окей. Буду. Слушай, братуха, а где у вас тут этот мужик на коне? Стрелку у медного всадника забили. Рядом. А потом отвезут куда-то. Вспомнил? Почти. А может, сгоняешь вместе со мной к этому всаднику? Вроде прокатило. Здесь номера телефонов с мобильника, здесь номер ствала. Держи. Встреча в четыре у медного всадника. Парахаду что сказал? Как договорились, хата приятеля, приятели в отъезде. Могли бы что-нибудь поприличнее найти. Ну, чем богаты? Хорошо, хоть такая есть. Тебя куда подбросить? Домой, потом в офис. Чёрт, не выспался нифига. А этот-то посредничек лежит, он же никакой. Ещё бы. Клофелин по твоему рецепту. Ты что, всё вылил? Так получилось. Ты больной? Я же тебе сказал, две капли. Не было у меня времени отсчитывать. Чёрт. Да он неделю себе приходить будет. Стрелка в четыре. Вся операция коту под хвост. Да ничего не под хвост. Ствол на кармане, берите и колите. Спасибо за совет. Он скажет, что ствол нашёл в вагоне, идёт в милицию сдавать. Получит год условно и всё. Ни продавца не зацепим, ни покупателя. Ладно, не кипятись, художник. Имеет право на ошибку. Надо его реанимировать. Срочно. Позвоню доктору, узнаю, как съездишь, приведёшь в чувство. У меня вообще-то дела. Косяк твой, художник. Слушай, адресок не пробьёшь один? Если человек, конечно, питерский. Что за человек? Проводница с нашего поезда. Тебе зачем? Пистолет виду. Свидетель зачистить хочу. А если серьёзно? Ей этот нервменяйка по лицу дал. Я ей обещал ресторан за то, что наряд не вызвала. Вознякова Вера Павловна, 25 лет. А, ещё, узнаю, замужем. Чё, запал, что ли? На всякий случай. Если в ресторан приведу, а там муж с обрезом. Комфуз. Вот там, Ниссан, притормози. Опа. Новый, что ли? Новый, новый. Новый. Дальней. Продолжать trainer. Цень человека. Дальней. – Сколько отдал? – Пятеру. 120 тысяч пробега. Спасибо. Зря это ты поспешил с точилой. Через полгода новый бы взял. Я офис нашел на Юго-Западе. И бухгалтера тоже нашел. А самое главное, дырку на таможне. Так что на твоей неделе отделяемся. А сзади Юра говорил? Нет пока. Что, против мыть, что ли? Что, ему жалко? Рынок большой, места всем хватит. Не знаю, может не стоит. Что не стоит? Тогда так и будешь до самой пенсии на этом ведре ездить. О, мафия приехала. Крыша. Сейчас дядюшку нагибать будут. А денежки-то еще в банке. Сергей, ты пакеты с банки взял? Так водитель же есть. Он не успевает, я же просил. Ну что, хорошо, хорошо, что орать-то? Сейчас гоняем, все с ним только недалеко. Давай, 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 давай. Брать тебе здесь. Давай. А ведь кто такой? Про академика слышал? Так вот его люди. 15% прибыли каждый месяц засылаем. Плюс премиальные. Может, Витальку позвонить? Пусть шуганил. Зачем? Одни уйдут, другие придут. Эти хоть еще побожески заряжают. Почему академик? Он что, в академии учился? Не, начинал с ларькова по метро. Академическое. Учился. Учился он, не учился. Здравствуйте. Слушай, мне отъехать надо. Тачку поймаешь? Ладно. Ладно. Давай. О, Коляныч, заходи. Дена, это Николай я тебе говорил. Дена, тачку не надо починить. Кузов, ходовую. Какую тачку? Свою. У меня ценник гуманный, лучше в городе. Качество. Не знаю, у меня Ниссан старый. Там глушак продырявился. Не вопрос, золотаем. Извини, а ты кто? Опер. Ну, это так. Вроде хобби. Ладно, время, деньги, садись. В общем, так, в камере боец молодой. Вчера вечером Струшенцу бомбанул со своим приятелем. Кстати, тоже отказ сопроводили. Тут бабка заорала, подоспел сосед, лыжник. Он одного негодяя догнал и стреножил. Но сумочку этот урод успел скинуть. А бабка никого не запомнила. Ублюдок кричит, что он шел по улице, и на него, на несчастного напал какой-то псих. Мы его, конечно, прессанули слегка. Он упертый оказался. Боец. Замкнулся. Мы к нему домой прокатились. Вот, что нашли. Матушка говорит, что это ее. Короче, мы его ночь в камере маринуем. А он адвоката конючит. Если через час не отпустим, будут проблемы. Нет, мне-то пофигу. А для мастерской плохая реклама. Алло. Да, я. А что с ней? Таль, я не понимаю, а что меня-то сдернули? Да есть у нас одна идейка. Мы так думаем, бабку твоей Татьяны тоже она пустила. Ты ж мечтал его найти. Ну да. Ну вот, мечты сбываются. Хорошо бы узнать, с кем он бомбит. Нам, ты сам понимаешь, он хрен скажет, а вот тебе. Вы предлагаете с ним поговорить? Да, в неформальной обстановке. Это как? Да это не тебе, я слушаю, слушаю. В камеру. Очень тяжело. Не понимаю. Ну, ты фильм «Джентльмены удачи» смотрел? Угу. Мы рисуем вам наколки, сажаем в камеру. Вы узнаете, где шли. Классика жанра, Калена. С тобой то же самое, только без парика и без наколок. Мы тебя сажаем, вы беседуете. О чем? Ну, не о грибах, конечно. Ну, допустим, ты подозреваемый. Сидел в коридоре, подслушал базар в кабинете. Мол, парень у нас в руках. Пора посылать за потерпевшей. Она его железно признает. Не признает, подскажем. Вы по-человек. Улики наедаются. Ну, чего? Обговорим детали. Он мне поверит? Ну, ты же актер, Кален. К тому же в детстве хулиганом был. В детстве все хулиганы были. Да нет, ты меня неправильно понимаешь. Я же тебя не уговариваю, дело твое. Просто вряд ли его второй раз поймают. Надо решать быстро. Моедак в переборе. Да я понял, понял. Слушай, сделаем в лучшем виде. 500 рублей это будет стоить, без запчастей. Только на среду. Нет, иначе нельзя. В очередь. Все окей. Ну что? Ну нафиг. Руки потом никто не подаст. Виталик, но это же ваша работа. Работа наша, интерес твой. Если тебя морально-этическая сторона беспокоит. Здравствуйте. Ты же не без себя. Ты хочешь своей любимой девушке помочь. Покарать преступника. Благородная цель, мне кажется. Ну, если я соглашусь, его посадят. В зависимости от результата. Насчет руки не беспокойся. Все между нами. Нет. Боишь, не получится. Алло. Алло, привет. Это я. Коль, мне из милиции звонили, вызывали. В наш отдел. Зачем? Просили с бабушкой поговорить, чтобы она заявление забрала. Мол, сережки все равно не найдут. А у них какие-то показатели. Представляешь, какой беспредел? Без того, чтобы искать. Ты говорил, что у тебя какой-то приятель в милиции есть. Можно ему попросить, чтобы он позвонил и от нас отстали? Хорошо. Бред собачий. Баба полагала мне в рожь вцепилась на улице, будто я ее кинул. Я ей тут дурну по глазу первый раз в жизни вижу. Хрен, что докажешься. Они сейчас договорятся, там и окраине. Они могут. Есть закурить? Отобрали. Тебя как зовут? Ромой. У меня Вадим. Слышь, Ром, выручай, а? Когда выпустят. Можешь корешу моему сказать, что я здесь... Нет, ты и выпусть. Черт. Белье дадут? Какое белье? Прости, мне сказали, я до утра тут буду сидеть. Ты что, и вправду в первый раз? Нет. За пьянку забирали, а тебя за что? За что, и тебя? Обознались? Я знаю, зачем они меня сюда засунули. Вот именно сейчас я им приспичило за этой бабкой ехать. Какой бабкой? Она за пострадавшая, с юго-запада. У нее еще цацки рванули. А я сидел в коридоре, слушал. Артиста хрен. Погоди, братан. А что слышал-то? Ну, то, что она опознавать кого-то должна. И все. У тебя, что ли, познавать должно? Нет. Нет, не меня. Не я это? Сачки, не блефовали. Блин, я влип, походу. Братан, чего еще слышал? За вторым. Группу послали. Куда группу? Куда? Откуда я знаю? У тебя это какой хрен? Не ты же? Не я. Сам говоришь, дело состряпать могут. Слушай, ты вроде нормальный пацан. Меня когда сюда привели, я сразу попросился в сортир. И мобилу за бачок скинул. Что скинул? Телефон мобильный. Мне друзья на день рождения подарили. Скоро у всех такой будет. Долго. Не важно. Меня второй раз не поведут. А тебя могут. Ты же не ходил? Ну. Я тебе сейчас номер продиктую. Ты позвонишь, скажешь, что я здесь. Ну и по своему делу, если успеешь. Мобилу там оставишь. Ладый. Давай номер. А твоему подельнику не позвонил. Только своему. Сказал, что золотишка ныкал и линял из дома. Но тот не успел. Тормознули прямо на выходе с полными карманами. Теперь сядут оба. Блин, Каленович, мастер. Да хорошо, мастерство. Да ладно, что ты? Фигня, это непривычки. Пройдет. Вор должен съездить в тюрьме. Да не парься ты так. Даю тебе полную индульгенцию. Знаешь, у меня чувство, будто я гранату бросил. Моцарный бак. А что, довольный такой? А, понимаю. Вспомнил о высоком предназначении? Чего? Ну, в смысле актерства. Слушай, сережки найдешь? Одолжение на пару часов. Да не вопрос. Дань, привет. Привет, Коль. Я нашел. Кого? Боже мой. Откуда? Пойдем посидим где-нибудь. Ну, да. Да. КОНЕЦ 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 Второй внук. И у тебя будут. Невесту сначала найди. Нашёл. Да? Почти. Ну, я тут барышня нужду. Верой зовут. Беленькая такая. Не знаешь? Верку проводницу? Да. Ну, знаю. Вместе в одной школе учились. Полтинничек будет? А есть у неё кто-нибудь из мужиков? Запал, что ли? Ну, известных не знаю. А эти и к ней не клеятся. Почему? Боятся. И тебе не советую. Погоди. Вер, здрасте. Не узнаёте? Не знаю. Это вам. Спасибо, конечно. Только зачем? Ну, я виноват перед вами. А, вот, всё. Починял. Вы меня здесь ждали, что ли? Ну, должен был загладить вину. Да я уже всё забыла. Зато я не забыл, потому что записываю. А вы... Вы нас очень здорово вчера выучили. Правда. Вы на Кубе бывали? Там Ситроен 50-го года. Считается новой машиной. Ещё 300 видов пальм. Больше всего на свете. А то вы сейчас к чему? Могу отвезти на Кубу. Так, пошли. Вер, Вер, я пошутил. Я обещал ресторан. Но думаю, вы не пойдёте. Правильно думаете. А как насчёт театра? Сегодня вечером хороший спектакль. Играет мой друг Антон Лебедев. Знаете такого? Лебедев, конечно, знаю. Только мне сегодня на поезд на работу надо. Жарко. Иди сюда. Пошли. Всё, пошли. А вас Вадимом звать? Нет, Николай. Сосед перепутал тогда. Так, лучше Николай, давайте так. Спасибо вам за приглашение, за театр. За Кубу тоже спасибо. Но я сегодня занята. И вообще занята. Так что считайте, что свою вину уже искупили. Здравствуйте, Николай Иванович. Привет, Марина. Как съездили? Нормально, что у нас? Звонили финны, якобы не получили деньги за последнюю партию. Скажи Сергею Владимировичу, пусть свяжется с банком. Хорошо. Что ещё? Дима наш вчера опять выпил. По-моему, мне вообще с голубкой не ладо. С чего я тебе взял? Говорит, что видел вас в фубботу в компании гопников на проспекте ветеранов. Пьяного с синяком. Я говорю, Дим, ты совсем уже допился до белой горячки. А он нет, мол, сто процентов это был Николай Павлович. Только с усами и без очков. Представляете, шёл, говорит, качаясь. Хотел догнать, не успел. Совсем уже. На проспекте ветеранов? Угу. С усами? Да. Да, что-то он вообще... Ладно, я с ним поговорю. Мне нужно полчаса отдохнуть. У меня нет. Может, таблицу? Нет, спасибо. Коля, мы приехали. Господа, чай, кофе? Чуть-чуть. Коля, больше никаких. Чуть-чуть. Харви, мы же всё обсудили по телефону. Остался пустяк скрепить наш дружеский договор подписями. Я не понимаю, куда ты клонишь. Коля, я не могу торговать себе в убыток. Ниже себестоимости. Харви, ты отличный партнер. Хороший парень. Мне комфортно с тобой работать. И где какая себестоимость, я прекрасно знаю. Это как это? Реально? Это как это по-русски? Реально? Реально по 3,50. Скажу тебе секрет. Я сегодня из Москвы, там предлагают по 3,20. Не веришь? Вот билет, посмотри. Наверное, у них плохое качество. Хорошая, Арви, хорошая. Я не согласился из уважения к тебе. Пока не согласился. О, это они. Алло. Коляныч, у нас проблемы. Что случилось? Посредник. Не отвечает. Предлагает по 3,10, если я возьму оптом. Москве ему предлагают за 3,10. Пол невозможно. Это реальная цена. Надо соглашаться. Я говорил, он не дурак. Не волнуйся. Отыграемся на прибалтах. Коля, нам надо подумать. Мы перезвоним. Перезвоним. Присыпайся, поехали. Куда? В Ромитаж. На распродажу картин. Там скидки. Ты где это взял? Там жало. Давай, вставай, вставай. Вставай. Поедай. А ты кто такой? Давай за ним. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он один будет? Позвонили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господа, вы из Москвы? Да, из Москвы. А это Игорь. Расслабился в поезде, сил не рассчитал. А ты кто? Я? Вадим. Обеспечиваю безопасность и комфорт. Совсем обнаглели. Прямо под знаком паркуются. Давай, грузи. Образец с собой? С собой, с собой. Ну, пошли до машины тут недалеко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сувенир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Быстро в машину. А где тачка-то? Угнали, что ли? У меня там секретные документы под сиденьем. Да хрен с ними, кольку не прикроем. Машинку покажешь. Пожалуйста. Ну, не Китай, хотя булочный. Причем сильно булочный. К тому же не чищенный. Не паленый часом. Откуда дровишки? Простите, я же не спрашиваю, откуда у вас деньги. Да и какая разница, вы же на учетах ставить не будете. А машинка хорошая. Не сомневайтесь. Все равно надо проверить. Для этого и привезли. Уберите вы менты на каждом шагу. Олег говорил, у вас автоматы есть? Есть. Привезти не смогли, но товар хороший. Сколько штук? А сколько надо? Возьмем все, сколько есть. Олег разве не сказал? Мы не обсуждали это по телефону, опасно. Видите ли, я не посвящен детали. Ладно, сейчас рискнем. Погодите. 30 Макаровых и 10 автоматов. Точно? Да. Сколько за все хотите? Без понятия. Точно знаю, если возьмете оптом, будет дисконт. 5-7 процентов. Куда мы едем? На залив. Место тихое, прикормленное. Кто-то там полез на небо и хохочет надо мной. Думаешь, тебя не слышно. Я тебя давно заметил. Ты смеешься громко очень. Вот сейчас я тебе не смею. Какой туристический комплекс отгрохать можно? Еще отгрохает. Ну, так себе машинка. Ударно-спусковой механизм расшатан. Ответ разрабатывает. За бой ссунешь, бубенцы отстрелишь ненароком. Ствол разбит, кучность никакая. В общем, больше, чем за три сотни брать не резон. 300 евро? Да. Баксов, и то дорого. Мы же не коллекционеры старинного оружия. Да вы что, господа. Поимейте совесть. Причем здесь кучность. Да ты стрелять не умеешь. Умею. Покажи, где он разбит. Покажи. Отличный Макарыч. На нем муха не ползала. Вы что, нас за ботцев держите? Нам за 450 предлагали. Мы не согласились с уважением к вам. Ходовой товар с руками оторвут. А тебе не все равно? Ты же говорил, что цены не знаешь. Да, не знаю. Но в торговле кое-что с мыслью. Ты сам стрелял из них? Стрелял, и не раз. И никаких проблем никогда не было. Да, господа. Вы отличные партнеры, хорошие парни. Но сбивать цену специально не нужно. Это не солидно. Могу снизить до 400. А у тебя машинки все поюзанные? Ну, не от дилера, конечно. Но качество гарантирую. Нет, я не настаиваю. Рынок дело добровольное. Нет, так нет. Но мы торговать себе в убыток не будем. Да? Да. Давай так. Собьешь пузырь с одного раза. Возьмем по 350 оптом. Из уважения. Я бы и рад. Но у меня с глазом проблема. Ментовская пуля. Грехи молодости. Ну, а правом могу попробовать. Но без дисконта. Ну, договорились. Твоя толща была. Да ладно. Ты же у нас мастер. Беги к советной цели. Беги к поджавшей хвост. Руки втекли. Беги к поджавшей хвосту. Потерпи. И бойся не в первый раз. Сегодня вечером хороший спектакль. Играет мой друг Антон Лебедев. Слышали? Спасибо вам за приглашение, за театр. За Кубу тоже спасибо. Но я сегодня занята. И вообще занята. А какой спектакль? Что? Что? Мы Яковские. Вы все равно не пойдете. Ну, может, я сейчас с напарницей договорюсь. Хороший спектакль, правда. Очень хороший. Так, ладно, подождите. Пошли. Фамилия? Иванов. Редко. Мужик, скажи им, что мы незнакомы. Заткнись. Мы течок. Гопота дворовая. Завтра в суд подам. С оскорблением. Варюшку закрой, они с тобой разговаривают. Имя, отчество. Вадим Алексеевич. Адрес. Москва. Волоколамское шоссе. Дом пять, квартира пять. А сюда погасить приехал, да? Так. Город посмотреть. И ствол нашел. Угадали. А Порожа? Только в присутствии адвоката и понятых. Место работы? Временно не тружусь. Документы есть? Так ваши же отобрали. Ни хрена тут нет. Отлично. Документы потеряли, значит, домой уже не вымось. Ты и так не вернешься. Пошли. В туалет можно пойти? Потерпишь. Я бы глаз лучами грыз ночью. Ой, если б был я тут, как солнце. Там дождь, а у меня голова болит. Очень ненавидно. Болит не боит. Болит не боит. Сиянь вот пойти. Земли, отощавшая луна. День добрый. Им палки нужны, а я крайний. Ну, представь только, купил дырки духи на именины, расплатился на кассе. Пошел за рамку. Пакет какой-то стоит, я поднял. Светер. Решил вернуть на кассу. Кассирша шокер подняла. Украл, украл. За чужие тряпки новый срок. Обидно. А что, старый, что ли, был? Павел, что было, то прошло. Искупил. Паша. Вадим. Давно здесь? Нет, недавно. А что ты такой серьезный? Статья корячится? Похоже. Серьезный или так, бакланка? Серьезный. Да ты не подумай. Просто вижу, что ты первоход. А я в этих делах опытный. Че это я первоход-то? Глаз, алмаз. Может, в ментовке не впервые, а на зоне-то точно не было. Зону она отметину оставляет. Но ничего я теперь грамотный. Ни хрена у них не получится. Так что, если что, какой совет, не стесняйся. Помогу лучше всякого адвоката. Может, передать чего на волю. И это точно соскочил. Позвонит кому-нибудь. Че? Ну ты, козел. Ты чего? Ты что, в каляде? Че ты горбы-то раскивал? Ты в этом смысле? Ну, извини. Косяк. Я, это, вспылил. Бывает. Меня, по-первых, тебе тоже трясло. Еще круче. Ты точно соскочишь? Куда деваться-то? Пару дней максимум, и все. Я сам из Москвы. По делу приехал. Привез кое-что. На сделки прихватили. Но основной товар пока не нашли. Наркота, что ли? Нет. Но тоже статья. Короче. Надо позвонить человеку. Сказать, что постальное забрал. И что я здесь, в ментовке. Виталий зовут. Откуда забрал-то? Он знает. Хотя... Не, не надо, не звони. Ну, ладно, я денег-то не прошу. Понимаю, дело такое. Позвоню. Давай телефон. Ну что, Стрелок, сам все расскажешь? Или нам? Лучше вам. Да ты пойми, нам-то не сложно. Но ведь отношение к тебе совершенно другим будет. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Понимаете, я не знаю, о чем вы говорите. Я художник. Я специально приехал для выбора натуры, для этюдов. И увидел пистолет. Думал, зажигалка хотел проверить. А тут ваши налетели и по голове ударили. У меня шрам. Мне операцию делали. Мне нельзя по голове. А другие тоже на выбор натуры приехали? А, художник? Поверьте мне, я правду говорю. Короче, так. Слушай сюда, урод. Тебя взяли со стволом на руках. Так что статью ты уже имеешь. Ствол этот паленый. Похитили из подмосковного районного отдела милиции. Там за стенкой кореша твои. Уже строчат чистосердечные. И про стволы, и про нападение на отдел, и про Виталика. И если ты, гнида, через минуту не дашь нам полный расклад, мы будем вынуждены применить к тебе очень сильные физические и психические воздействия. Понял? Понял, понял. Так бы сразу и сказали. Не обязательно было прическу портить. Мне надо позвонить адвокату. А ты и так нам все расскажешь. Безо всяких условий. Имею в виду, за стволами уже поехали. И когда их изымут, то ты своим полным раскладом только потереться сможешь. Ну, тут давайте подождем, если поехали. Кто напал на отдел? Виталик? Да. Где он сейчас? Меня ждет на работе. Где работает? А что, мужики, не сказали? Да сказали, сказали. Мы тебя проверить хотим. А, в ОРБ. Отдел по борьбе с терроризмом. Не понял. В каком ОРБ? В нашем, в Питерском. Обручев, фамилия. Виталий? Ты что сразу не представился? Спектакль какой-то устроил. Они их с тапочкой могли опустить. Откуда я знал, кто это такие? Ну, что вы мне? Блин, ну, ОРЛЫ, ну все нам обгадили. Лишь бы хапнуть, лишь бы в сводку попасть. Откуда они вообще там взялись? Никто же не знал, что мы на Финский залив поедем. Да им якобы кто-то просимофорил, что там стволами торговать будут. Вот они решили хапнуть по-простому. Запереть всех по камерам и работать. Схема не хитрая, но надежная. Главное, мы когда на Финский залив ехали, этот толстяк звонил какому-то Олегу из Москвы. Это он этим пистолетом торгует. Его телефон есть на мобильнике. Чего ты сразу не сказал? Забыл. Ладно, сесть и домой, отдаст нам. Виталь! Я приторможу пока. Устал. Правильно, Старик. Может, еще в театру успею. КОНЕЦ Я достану из кармана рогатку Самой редкой марки. Вот тогда я узнаю, Кто без меня полез на небо, Кто упадет и не разобьется. Возле моей тени Встанет и отряхнется. Это белая девица Смотрит мне на руки, Руки все черные, Жалко показывать. Ах, она белая, Мне улыбается. А шрам на лбу у тебя откуда? Хулиганье. Шесть лет назад. А ты разведем? Угу. А если не секрет, почему? По статистике. Я тоже встречалась с одним парнем. Еще в школе в него влюбилась. Ну, потом он в техникум поступил. Все как-то так здорово было. Ждали, когда он учебу закончит, Чтобы расписаться. А потом он в машину угнал. Решил подвиг для меня совершить. Три года дали. Я ему письма писала. Ждала его. Дождалась. Извини. Алло. Коля, это Арви. Звонит. Ты зачем? Номер телефона сменил Арви. Что думаешь, я от тебя прячусь? Нет, просто с чужой трубки звоню. Ну что, ты согласен на три сорок? А как будет по-фински нет? Эй. Так вот, Арви. Эй. Алло. Я ведь не перезвонил. Алло, это я. Выручай, поработать надо. Что, прямо сейчас? Да, да, прямо сейчас. Серьезный вариант? Да если бы был смешным, я бы тебе не позвонил. Тачку прислать могу. До утра зависит. Как пойдет, выручай, Коляноч. Ладно, через полчаса буду. Гардероб какой? Братский. Хорошо, давай, пока. Сразу. 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 Ты куда? Охрана позвонила. Дверь в офисе кто-то сломал. Они милицию вызвали. Надо срочно съездить. А утром нельзя? Нет. Надо сейчас. Коля, может ты сменишь работу? Зачем? Ты слишком много времени уделяешь. Тань, ты это к чему? Нет, ни к чему. Так, навеяла. Танюш, ну я понимаю. Тебе скучно одной. Мысли дурацкие в голову лезут. Мысли не дурацкие. Вполне нормальные. Коль просто мне начинает надоедать. Ну ладно, не заводись. Поревнуешь, что ли? Не изменяю я тебе. Ты у меня одна. А что тогда такой влеченный? Спи, я скоро приду. Что за спешка? Розыгрыш, Коляныч, скрытая камня. Я по городу дежурь, бухнуть не с кем, компанию не составишь. Ты что, серьезно, что ли? Шутка. У нас всегда есть с кем бухнуть. Пошли. Короче, тема тревожная. В городе операция антитеррор. Все на ушах. Пару часов назад гаишники тормознули жигой. Лохмат. Джигит сходу штуку предложил. Гаишники его высадили и тачку обыскали. А там в бардачке бинокль под сидением ТТ с глушителем. У джигита никаких документов и мурманские номера на тачке, а? Ты из него хоть что-нибудь достань. А то он к утру успокоится, вообще хрен что скажет. Ладно, понял. Меня за что повязали? Не знаю, сам придумай. Главное, протранслируй, что через пару часов будешь на свободе. Джигит, кстати, в коридоре на кольце. Вот мы его щелкнули. Знакомая рожа. Погоди, он уже к нам в офис приезжал. Точнее, к дяде Юре. Это крыша его. Он еще в тачке сидел. Точно? Точно, он под академиком ходит. Ну, узнаем такого. Бодка есть? Странный вопрос ты задаешь. Сколько у меня времени? Если до утра не накопаем, соскочит. И дело убойное до конца доведет. для аромата. Для аромата. Алло. Алло. Вахта? Да. Доброй ночи. Скажите, а вы сейчас никому не звонили по поводу сломанной двери? Какая сломанная дверь? Мне никто не звонил. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. А я тебя знаю. Ты под академиком, братан. Вы нам стрелу забили. Вы намерение на желтом прикатили, а мы на бумере на черном, помнишь? Как отлись хочется. Когда? Год назад где-то. А о чем терли? Да не помню ее. Так, грядку какую-то не поделили. Я в тачке сидел за рулем. Это, кстати, тоже. Виталик с Борюсиком с вашим базарили. Длинный я. Мелкий такой, в пальто оба. Ну, там добазарились. Все нормально, без обид. Будешь, повезло, не отняли. Опять лас-то не за хрен собачий завернули. Прикинь, сидел с биксеном в кабаке. И тут эти. Мужики говорят, у них рейд какой-то. Антитеррор, не слышал? Ну, пусть бы террористов ловили. Мы-то здесь при чем? Меня вообще уже не в первый раз сюда тягают. Так, помурыжат по почкам. Надают и выгоняют. Для профилактики. Главное, чтобы в тачку что-нибудь не подсунули. Они мастаки, мастаки, подлянки. Все, не могу. Извини, братан. Я прямо здесь отолью. Ты что, обалдел, что ли? Да пошли, они сами виноваты. Я же с тобой подотру. Слушай, командир, ну будь человеком-то, а? Рыбаков долбанный. Все, завтра в горпрокуратуру пойду. Надоело. Хоть на улицу не выходи. Тебя точно отпустят? Пиши телефон. Пять девять семь. Три четыре сорок пять. И это все? Хорошо хоть это. Мужик осторожный, но... сильно нервничает. Еще бы. Блин, Коляныч, ты молодец. Фу. Меня не подставьте. Прекрати. Кто там? Участковый. Позняковая, Вера Павловна, здесь живет? Секундочку. Осторожнее. Нет, ну, послушайте, что за дела такие? Ну, что за бесцеремонность-то, а? Так, это кто? Знакомый мой, а что? Понятно. Документики, будьте добры. Права подойдут. Так. Техосмотр прошли? В ГАИ работали. А? Нет, простите, извините, я по ошибке. Давно ушел. Вера Павловна, нужен тебе тотет. На кухню пойдемте. На кухню пойдемте. Ну, вы уж извините, Вера Павловна. Я все-таки рассчитываю на вашу помощь. До свидания. Что случилось-то, Вера? Ничего не случилось. Спрашивала, не беспокоит ли сосед, сказал позвонить, если напьется. Ну что, пойдем кофе пить? Пойдем. Привет, мастер. Привет. Что там за кипиш на заливе был? Говорят, ты выезжал. Да ничего серьезного. Московские разборки взяли человека с пистолетом. Так а где тот человек? Может, нам с ним поработать? Да нет, Ген. Ты же теперь спец по экономике. А здесь обычный терроризм. Не твой профиль. Ну, смотри. Здрасте. Здравствуйте. Посмотрите, пожалуйста, кто ехал на этом месте? Откройте удостоверение, пожалуйста. Пусть из Москвы? Да. Минуточку. Записывайте. Иванников Борис Сергеевич. Номер паспорта. 40-02-456-788. Благодарю. Не за что. Да, слушаю. Алло, Виталий Николаевич? Здравствуйте. Это вас с московского вокзала беспокоят. Только что приходили и интересовались вашим пассажиром. Как фамилия? Вяземский Геннадий Юрьевич. Вяземский. Я дала другую информацию, как вы и просили. Спасибо вам. Ты не против? Я тебя встречу. Поезд в 9 будет? Можешь кое-что выяснить? Сегодня к Вере приходил участковый. Узнаешь зачем? Коляныч, ты с ума спятил? Я же тебе сказал, сиди и не высовывайся. Попадешь, ведь реально. Тебя уже пробивали на вокзале. Ну, очень надо. Я перезвоню. Извини, мы случайно не встречались? Лицо больно знакомое. Ты не из Москвы? Нет. А звать не Вадимом? Николай. Ну, извини, обознался. С памятью в последнее время. Не пойми, что... Бывает. Ну-ка, Ильяныч, мало тебе наших приключений. Короче, пару недель назад из колонии издернул один чудик. Вертуха я задушил. Сам из Питера сел за убийство. До этого судим за грабеж. Ну, теток сумочки отбирал. А Вера-то тут при чем? Чимщик. Не гони лошадей. В Питер-Депеша прилетела перекрыть возможные места появления. Так вот, ее квартира одно из этих мест. Он родственник, что ли? Да не совсем. У тебя что, серьезные виды на нее? Серьезно не бывает. А у нее? Пока не спрашиваю. Рассказывай, рассказывай. Он ее парень. Вместе в одну школу ходили. Потом любовь со всеми вытекающими. Жениться даже хотели они. Свадебка расстроилась. Жениху дали три года. Вера его ждала. Когда он вышел, она только-только на железку устроилась. Как-то ей один пассажир малость нахамил и лицо попортил. Ну, Вера жениху и поплакалась. Жених пассажира вычислил. Точнее, Вера адресок подсказала. Раздобыл обрез. Встал у парадной. И как только пассажир выполз, тут его и положил. Перед этим доходчиво объяснил, за что конкретно убивает. Ой, чую, он еще делов наворотит. Терять-то ему уже нечего. Да ладно, не расстраивайся ты так. Мало ли проводницы, другую найдешь. Слушай, а может проще это делаем? Как только он к ней сунется, ты брякни. А дальше операция антитеррора. Будет задержан проходившим случайно патрулем. Ты что, сдурел? А если она узнает? Да как она узнает? Зато смотри, ему пожизненно дадут. И тебе хорошо, и Вере. Нахрен ей такой герой. Ей семья нужна, детишки, спокойствие. Еще благодарить будет. Сомневаюсь. Тогда разговори ее, может сама прямо скажет. Задолбал этот козел, мало дали. Если бы хотел, уже бы намно сказал. Тогда слушай совет. Не звони ей и не приезжай. Если у нее что-то к тебе есть, сама позвонит. А нет, так плюнь. Значит, пофиг ты ей. Субтитры сделал DimaTorzok Да, алло. Алло, Коля, это Вера. У тебя все нормально? Да, а что должно быть случиться? Да нет, просто обещала меня встретить и беспокоилась. Коль, мне сказать тебе кое-что надо. Важное очень. Я сейчас приеду. Андрей сбежал. Участковый попросил сообщить, когда появится. Может взять и позвонить участковым? Ты что? Ты что? Ты понимаешь, что это подло? Он мне вообще ничего плохого не сделал. Сел из-за меня. Извини, я не подумал, сказал. Элло, это я. Она его не любит, но сдавать не будет моральные принципы. Так сдай ты. Одним гадом больше, одним меньше. Ты забыл мой главный принцип. Никакой личной выгоды, а здесь выгода есть. Коляныч, о чем ты? Этот ухар уже двоих убил. И что у него на уме, даже Всевышнему неизвестно. Вера твоя под топором ходит. Ты, кстати, тоже. Так что выгода у тебя одна, живым остаться. Делай как знаешь. На академика, значит, шестеришь. Ты знаешь, понимаю. Он тебе с землей под сервис помог, так ты теперь у него в неоплатном долгу? Ягина сам не святой. Только меру знать надо. А ты от счастья рехнулся совсем. Скоро ему рапорта строчить будешь. Или уже строчишь? Притормози, мастер. Причем здесь академик, сервис. Билет я пробивал исключительно по служебной необходимости. Ты это нашим командирам рассказывай, не мне. Как только заморочки с бизнесом, сразу заксивай в карман. А, так может у вас с академиком дружба? Ну, простая человеческая симпатия. Может даже в чем-то любовь. Только ты не путай, Гена. Любовь с проституцией. Слушай, воспитатель, шел бы ты со своими намеками в красный уголок. Вот там тебе самое место. Ты, Ген, как был слесарем, так и остался. А это, часом, не твой стукачок, Коляныч? Вроде похор. А вот это не твоего умодела! А насчет стукачка, дом порядочный тебя в сторону сбудет. Андрей звонил. Он в Питере? Угу. Ему деньги нужны, сто тысяч. Якобы на Украину уедет, у него там приятель по зоне. Оттуда в Турцию морем. Не совсем? Не знаю. Кстати, он сказал, чтобы я никому не говорила. Ну, это понятно. Коль, ты не можешь мне деньги одолжить? Я за год верну. Какой долг? Вер, так возьми. Но, я боюсь, он не уедет. Прогуляет и опять душить начнет. Возможно. Только по-другому я не знаю как. Завтра он ждет меня на Серафимовском кладбище в три. Почему на кладбище? Отец у него там похоронен. Да и место безлюдное. Ну как? Отдала. Андрей сказал, если его поймают, он меня убьет. Герунда. Если его поймают, он уже никого не убьет. Вот персонаж. Мой человек не сдавал его. Не упустите. А вот и он. Пошли. Молодой человек. Погвал вроде для всех, у пешеходов тоже. Вон, ребята, возьмите. А чего так сразу документики покажут? Какие документы? Я думаю, забыл. Ну, нет у меня ничего. Суки! Стоять! 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 Поехали! Играет музыка. Садись. Жив, жив. Куйнин на московский, я ее адрес забыл. Трубу дай, мой выпал. Опять финны, наверное, задолбали уже. Номер телефона меняют постоянно. Знаешь, что он мне сказал? Сказал, что сбежал для того, чтобы меня увидеть. Просто увидеть и все. А деньги здесь при чем? Ненавижу врать. Я ему сама деньги предложила. Зачем? Чтобы сбежал навсегда. Хоть куда-нибудь. Что ж ты сразу не сказала? Боялась, что не дашь. Подумай, что я с ним. Это же счастье, что я тебя в поезде встретила, да? Костя, спей. Где я скоро? Садись! Батри, я даю вам танканье. Коля. Я люблю тебя, Коля. Я тебя тоже. Я люблю тебя, Коля. Не ждала? Андрей. Оба, вниз. Ну что, Вера? Предложила денежку. Спасибо. Андрюша. Ты успокойся. Ты что? Ну что случилось-то, а? А тут ты не знаешь, что случилось. Ждали меня на кладбище, я еле ушел. Вера, ты что делаешь-то? Меня чужие не предавали. Чужие. Ты что, Андрюша? Я тебя не предавала. А что они на кладбище? Глебы собирали? Да у тебя на лице все написано. Или из-за него. Да, забери дешевку. Слышь, Герман, спрячь ствол. Она ни при чем сказала же. Это я тебя сдал. Жить хочешь? Так я же видел, как вы целовались. Вместе здесь и ляжете. Да сдалась она мне, как буденовка слону. Я ее тогда в поезд подклеил, когда ты с зоны свалил. Знали, что сюда сунешься. И бабки тоже я дал. Заряженные они, изотопами. Коль, ты чего? Какой я Коля, я Вадим? Че ты мне лапшу на уши вешала? Что он за угон сел? Он в сумке рвал у теток. Красавчик. Классный спектакль. Так бы и смотрел. Только не кушь меня на это туфто. Ты герой, себя не строй. Видел я, как ты потел от страха в камере. В какой камере? В обыкновенной, в метовской. Два на три. С дуршлагом вместо лампы. Когда тебя первый раз взяли за задницу. Ну, красавчик. Узнаешь, братух? Узнаешь? Помнишь, как я с дежурным там бодался, а? Как я кривлялся, там лоха изображал, а? Как постельное белье просил. Че ты гонишь? Че гонишь, а? А? А как позвонить просил? Помнишь? Что, позвонил? Так это был ты. Я под тобой тогда работал. А сейчас под ней. И обоих в это сделаем, как лохов, как пионеров. Так что пушку положи, Ашок. Пока не поздно. О, слышишь? За тобой! Обложились, суки. Ашок, ашок, ашок. Калиныч. Терпи, терпи, терпи. Я сейчас. Я сейчас. В скорую! Граждане, братья, когда ж вас всех разбородили, за что ж я один страдаю? Вас вы, гражданин чекист, или вы, господин Лэпман? Идёмте! Идёмте, чтобы меня все бросили! Вы такие правильные! Почему же я некондиционный? Клопу, клоповь я, смерть! Здорово, Коляныч! Ну, чё такое? Я ж не отрицаю, виноват. Ты тоже хорош, сдал бы, мы бы его прямо на кладбище положили. Да пошёл ты! Я тебе сказал, что это моё личное дело. Что, ноги за мной поставил? А как иначе, Коль? Он же отморозок, хрен бы от вас отстал. Медальку получил. Да какую там медальку? Служебную проверку я получил. Новость слышал? Академика арестовали. Со всем его научным коллективом. Мафию шьют. Организацию преступного сообщества, то есть. Да, не успел бедняга докторскую дописать. Не успел. Но прикол даже не в этом. Только между нами. Мне по большому секрету шепнули. Бандитов помнишь, с которыми ты на залив ездил? Ну? Так вот, один из них, я не знаю кто, ФСБшник внедрённый. Прикинь! Вот это внедрение! Лет на десять, не меньше. С самых низов начинал. А я ещё думаю, чё это они? Тебя со стволом взяли, а не их. Ты ж вторым стрелял? Угу. Теперь понятно. А чё, молодец, мужик. Уважаю. Но и мы с тобой не слабее. Ты ж не раскололся? Генка Вяземский теперь, наверное, колу Асиновой получит. И не он один. Наш человек десять сразу рапорта на увольнение написали. Так вам и надо. Да, ну ладно, Калиныч, полетела я. Как выпишут, сразу ко мне на дачу. Я баню наконец достроил. Торжественно ведём в эксплуатацию. Погоди, погоди. О, чуть не забыл. Поехали. Поехали. Арми, мы согласны на твою цель. Привет. Привет. Ты что, с ума, Саша? 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 Беги, ломай от двери, Беги по кромке зла, С тупой улыбкой зверя, Что только мать любить могла. С ушинками горелы И нежностью осла. Твоя осоль ходила к морю, Но недавно уныла. Беги по балансе, Ах, по снам чужих...